МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Гродно+. В студии Анна Соловей. Коротко о главном к этому часу. 8 достойнейших представят Гродненский регион на самом высшем законодательном уровне. Членов Совета Республики Национального собрания Беларуси 8-го созыва избрали на заседании в Гродненском облсполкоме. Экономия электроэнергии почти в два раза. 2166 светодиодных светильников появится в Гродно в 2024 году. Миллионные долги за коммунальные услуги и законные способы погасить задолженность. В городе продолжают бороться с неплательщиками. Искусство должно отражать тепло, чтобы хотелось улыбаться. В выставочном зале можно посмотреть картины из керамики и витражного стекла. Готовили обед для львицы, делали укол черепахи, купали аксалотля и доили козу. На нашем телеканале новая программа, в которой журналист меняет профессию. Восемь достойнейших представит Гродненский регион на самом высшем законодательном уровне. Членов Совета Республики Национального собрания Беларуси 8-го созыва избрали на заседание в Гродненском облсполкоме. На нем присутствовали 349 депутатов городского и районных советов, депутатов 29-го созыва. Это 69,4% от общего количества избранных в области. Эта цифра означает, что заседание признано правомочным. Вначале председатель Гродненского облсполкома Владимир Караник выразил признательность всем присутствующим. Сказал, что для исполнительной власти большая честь работать с таким законодательным составом. Восемь кандидатов в члены Совета Республики выступили перед залом со своими программами. Рассказали о себе, своем жизненном и профессиональном опыте, о том, с какими идеями и инициативами они будут представлять Гродненщину на самом высоком уровне. Здесь представители у нас разных отраслей. Здесь есть и медики, здесь есть и частный бизнес, здесь есть и промышленники, здесь есть и финансисты, и представители банковского сферы, и также представители исполнительной власти. Это люди с большим жизненным опытом, с большим профессиональным опытом. И мы не просто надеемся, но уверены, что они достойно представят наш Гродненский регион в Совете Республики. От Городского совета депутатов в Совет Республики был выдвинут генеральный директор Гродненского мясокомбината Олег Иванов. Опытный управленец прошел достойный трудовой путь – от низов до руководящей должности. Сейчас он не просто директор мясоперерабатывающего предприятия. Вектор его деятельности гораздо шире. Это и сельское хозяйство, и экономика, бизнес и социальная сфера. «Буду рад, если мне предложат заниматься именно этими вопросами касательно экспортных моментов, взаимодействия с дружественными странами, развития партнерских взаимоотношений с Российской Федерацией, с Китайской Народной Республикой. Тем более, еще раз повторюсь, в этом уже опыт есть достаточно серьезный, именно в рамках работы генеральным директором Гродненского мясокомбината. Я понимаю ту меру ответственности, но готов на себя ее взвалить и сделать все возможное и невозможное, чтобы достойно представлять интересы и города Гродно, и городского совета депутатов». Избрание восьми членов Совета Республики прошло путем тайного голосования. Все присутствующие на заседании депутаты местных советов базового уровня опустили в урну свои бюллетени. Все восемь кандидатов были избраны членами в Совет Республики. Не позже, 25 апреля, Всебелорусское Народное Собрание соберется в Минске в новом конституционном статусе. 2166 светодиодных светильников появятся в Гродно в 2024 году, рассказали в Горсвете. Они заменят ртутные и натриевые лампы. Сейчас в городе находятся 36 739 светоточек, из которых 2480 прожекторов, архитектурно-декоративная подсветка. С 2012 года специалисты областного центра в рамках программы «Экономия электроэнергии» заменяют светильники с ртутными и натриевыми лампами на светодиодные. Их сейчас 83% от всех точек освещения. И результат виден. Экономия электроэнергии почти в два раза. Более 2 миллионов киловатт-часов сэкономили с момента запуска проекта. На 2024 год планы тоже масштабные. Заменять светильники будут по всему городу. Это Микроэнзарец, Апогораны, улица Домбровского, Советская, Ожешка, ну и другие. Экономия за год планируется в районе 300 тысяч киловатт-часов или 95 тонн условного топлива. Мы меняем светильники на улицах, это на опорах. И также производим замену прожекторов в исторической части города Гродно. Значит, это улица Советская, Ожешка, проспект Космонавтов. В феврале месяце мы уже произвели замену 218 прожекторов, а на этот год планируется замена 600 прожекторов. Вместе с заменой светильников бригады специалистов, а их сегодня по городу работает несколько, занимаются установкой так называемых шкафов управления, которые предусматривают включение и отключение устройств с диспетчерской предприятия. Именно отсюда управляют всем городским освещением, в том числе определяют ремонт светильников. Мы выдаем на ряд заданий, мы выдаем здесь освидетельствование проводим водителей, выдаем путевки, они с нами связываются по мобильной связи, и мы согласовываем с электросетями, с нашим руководством, и только тогда мы можем, допустим, произвести какое-то включение пробное. С годами как-то мы стали улучшать замену светильников с обычных ламп на светодиодные, освещение улучшается, экономится электроэнергия, светопоток усиливается. Ну, как бы, конечно, мы включаем, допустим, у нас все идет как бы каскадной схемой. Вот, мы все видим, мы знаем, где какая подстанция, где какой светильник находится. Да, они все ремонтируют, мы как бы управляем этим процессом. Миллионные долги за коммунальные услуги и законные способы погасить задолженность. В Гродно продолжают бороться с неплательщиками. В ход идут самые разные способы. От отключения электричества и блокировки канализации до персональных ограничений и запретов. Чем объясняют свои неоплаченные счета сами жильцы, узнавала Ольга Пранкевич. Когда владельцы этой квартиры вернутся домой, обнаружат, электричества нет. И это не выбитые пробки, а вынужденная мера из-за задолженности по оплате коммуналки. Достаточно два месяца просрочки, чтобы остаться без света. Собственник данного жилого помещения не погасил образовавшуюся задолженность в течение пяти дней с момента получения письменного предупреждения. Возобновление предоставления электроэнергии будет возможно после предоставления в Ужараплинского района города Гродно документов о погашении образовавшейся задолженности и оплаты затрат, понесенных за подключение электроэнергии. Здравствуйте. Здравствуйте. Судебы вспомнить нас беспокоят? У каждого должника своя история и обстоятельства. И чаще всего сложившаяся ситуация усугубляется от месяца к месяцу, ведь долг растет. Почему не предпринимаете метро повышения задолженности? Я не в выездной. Нет, понятно. Вы трудоустроены или нет? Нет, не в выездной, потому что я на Россию хотел поехать и работать. А здесь почему нет? Вы устраиваетесь? Мне берут, мне 60 лет. В пенсии кинете, либо пособие получаете? Нет. А в центре занятости на учете состоите? Сначала службы обходятся простым предупреждением и беседой с неплательщиком. Но если после этого изменений не происходит, действовать приходится решительно. Будем принимать меры по населению? А это уже выполнение. Каждому должнику должен быть свой подход. Кому-то будет принята одна мера по обеспечению исполнения исполнительного документа, а какому-то должнику будет более действенная другая мера. В настоящее время в Гродно отключены от коммунальных услуг порядка 500 квартир. В том числе в девяти заблокирована канализация. Последнюю меру начали применять совсем недавно, с января этого года. Однако, если достучаться другим способом не получается, приходится идти на крайние меры. По состоянию на 1 марта 2024 года на обслуживании государственного предприятия Единый информационно-расчетно-кассовый центр находится 178 731 лицевой счет. Из них с просроченной задолженностью 6,5% лицевых. На сумму порядка 2 миллионов рублей. С начала этого года по нашим заявлениям совершено 643 исполнительных надписей и подано 137 исковых заявлений в суд. На общую сумму долга порядка 300 тысяч рублей. Самая крайняя мера – это выселение и принудительная продажа. В 2023 году было выселено 11 неплательщиков из государственного жилого фонда и три жилых помещения из частного. Одно из них уже было продано с публичных торгов. Чтобы такие ситуации были скорее исключением, чем правилом, грудницам рекомендуют больше внимания уделять оплате жировок. Так, если каждый будет следить за состоянием своего лицевого счета, подобных ситуаций удастся избежать, говорят специалисты. Ольга Пранкевич, Василий Мальцев, Новости Гродно+. С 1 июля все индивидуальные предприниматели должны предоставлять декларации в электронном виде. К таким изменениям налоговые органы рекомендуют подготовиться заранее. Тем плательщикам, у кого нет сейчас электронной подписи, необходимо получить ее заблаговременно. Средства электронной цифровой подписи, которые используются для подачи налоговых деклараций, можно получить в любом регистрационном центре. С более подробной информацией об издании сертификата открытого ключа и адресах регистрационных центров можно ознакомиться на сайте Национального центра электронных услуг. До 1 июля индивидуальные предприниматели могут подавать налоговые декларации, как в письменной форме, в любой налоговый орган, независимо от места постановки на учет, так и в электронном виде через личный кабинет плательщика. Искусство должно отражать тепло, чтобы хотелось улыбаться. Так считает автор новой выставки в нашем городе Анастасия Чадий. Работы под лаконичным названием «Полесси» расположились в выставочном зале. Анастасия – студентка Академии искусств. Практически все выполнено из керамики и витражного стекла. Автор любит смешивать техники. К тому же такого подхода требует и академическое образование. Новые знания молодая художница тут же применяет на практике. От картин действительно становится тепло и уютно. Многое возвращает в детство и юность, навевая воспоминания о счастливом времени в кругу большой семьи. Анастасия старается оставить в керамике и витражах то, что некогда было обыденной вещью. А уже сейчас стало большой историей. Тем, что, возможно, больше не вернется. К примеру, экспозиция «Бабуля и хустки». Она состоит, скажем так, из нескольких частей, однако задумывалась как единая история. При разных обстоятельствах у нее получается несколько вариантов. И каждый имеет право жить самостоятельной жизнью. Эту и многие другие задумки экспозиции «Бабуля и хустки» оценили на национальной премии. Работа Анастасии стала лучшей. Я просто написала в Инстаграме, может, у кого-нибудь есть платки. Так как в музеях их на самом деле нет. И оказалось, что люди начали доставать со своих деревень платки. И в дальнейшем в диалоге общения оказалось, что некоторым платкам 120 лет. И мы начали перечитывать. И мне девушки привозили, я отфотографировала. И вот эта вот красота, которой на самом деле нет, она существует. Но идеи не приходят. Просто вот захотелось, проснулось и сделала. Это такая исследовательская работа. То есть перед этими работами были еще работы. И мне нравится постепенно от одного отталкиваться к другому и заниматься таким исследовательским материалом. Кроме детских воспоминаний, картины вызывают умиление от обыденных вещей. Или даже рождают новую мечту. Обычный кофейник с чашкой говорит о том, что пришло время заботиться о себе. И такой перерыв обязательно принесет удовольствие, придаст силы для дальнейших совершений. А еще лучше станет моментом абсолютного счастья. А музыкальные инструменты напоминают о вдохновении и важности присутствия искусства в жизни каждого человека. Впрочем, в этих 35 работах каждый зритель увидит свою историю. А сделать это можно до 14 апреля в выставочном зале по улице Ожешка. Испечь хлеб, сделать укол черепахи или освоить навыки швеи. На телеканале Гродно Плюс новая программа. Журналист меняет профессию. Каждый выпуск – отдельная история, где автор будет пробовать себя в разных ролях. Одна из них – профессия, в которой не просто нужно иметь профильное образование, но и находить общий язык с животными. Целый день наша съемочная группа провела в известном на всю страну – Гродненском зоопарке. Там журналист узнал много нового о работе ветеринарного врача и под присмотром специалистов выполнял их все поручения. В этом выпуске мы рассказали много интересных фактов о животных, пообщались с сотрудниками зоопарка и спросили у детей, каким они представляют себе ветеринара. Что из этого вышло, можно узнать уже в эту пятницу, 5 апреля, в 20.35. Как это правильно делать, нам расскажет Людмила. Здравствуйте, Людмила. Пожалуйста, покажите, как происходит процесс. Закатываем рукава для начала. Ну, это, в принципе, процедура легкая. Просто берете сверху повыше и просто опускать руку вниз, чтобы молоко не текало. Вот так вот. А сколько по времени этот процесс вообще занимает? Вот сначала до конца. У вас? Минут 10. А им больно, когда им делают уколы? Ну, всем больно, когда им делают уколы. Прямо сейчас подготовим угощение для гималайских медвежат, Маши и Леши. Но угощение непростое. Вот эти вот белые пятна, это и есть участки с грибком на поверхности. А не надо там, ну, он сам себе плавает? Да, он сам плавает и будет находиться здесь 10-15 минут. Затем мы его опять поместим в аквариум, где будет уже налито отвар коры дуба. 5 апреля погоду будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с западной Европы. Атмосферное давление будет слабо падать. Как сообщает Гродно-Ублгидромет, в нашем городе вероятность осадков составит 80-90%. Температура воздуха минимальная ночью плюс 6, плюс 8. Максимальная днем – 12-14. В субботу облачно с прояснениями. На большей части кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9. Днем плюс 12-17. А в воскресенье преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8. Днем плюс 17, плюс 22. В это воскресенье, 7 апреля, футбольная команда «Неман» сыграет с торпедо «БелАз». С начала в 16.00. Вход свободный. Напомним, все домашние матчи «Немана» в этом сезоне можно смотреть бесплатно. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте. А я прощаюсь с вами. Приятного отдыха на Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова